Ты же понимаешь, что нас через это контролируют! Абсолютно ничего не лагает, это во-первых. Позволю себе немного помечтать, а вдруг моей маме понравится игра Real Racing, и мы с ней будем рубиться по сеточке, а? И плюс отдельный разъем под флешку. Вот это по-человечески. Вы знаете, таким людям хочется дать леща, причем сочного, крепкого, потому что как мужик я бы выбрал черный цвет, на мой взгляд он вообще няшный. И вот еще одна инсталляция, снимаю сейчас при контровом освещении, то есть против солнца. Всем привет, меня зовут Евгений Донец, и это не только обзор телефона Samsung Galaxy J7. Это еще и рассказ о том, как подобрать достойный телефон для своей мамы, так чтобы он был и не китайцем, и в то же время это был сочный, качественный аппарат, за который вам будет не стыдно. Ну что ж, у мобильного аппарата Samsung Galaxy J7 есть свои плюсы и минусы, о которых я расскажу, причем сравнивая его с самым топовым Samsung Galaxy S8, владельцем которого я являюсь. Все подробности смотрите прямо сейчас в честном обзоре. Было время, когда моя мама говорила, Женя, все вот эти сотовые телефоны, вот эта сотовая связь, ты же понимаешь, что нас через это контролируют. Но прошло еще немножко времени, и удалось переубедить ее, что мобильный телефон нужен для связи, и я подарил ей самый простенький, маленький аппаратик, даже не помню какого бренда, но что-то китайское. И вот спустя время он сломался, я подарил ей новый, но уже с камерой, и это понравилось ей больше, она начала что-то снимать и фотографировать. Проходит время, и я покупаю ей Fly, в котором уже есть система Android, а потом еще один Fly, и так получается, что сегодня я дарю ей уже пятый по счету мобильный аппарат. Fly Energy был полноценным сотовым телефоном, потому что в нем был хороший Android. Достаточно неплохая камера, и я сам таким пользовался. Он мне действительно нравился, потому что этот аппарат, прежде всего, очень долго держал батарейку. Революционная по тем меркам цифра, 2500 мАч, и работал, соответственно, 2-3 дня, вооружившись определенной суммой денег, я пошел в магазин и купил вот этот очаровательный подарок своей маме. Поэтому, мама, я поздравляю тебя со своим днем рождения, также поздравляю тебя с днем матери, потому что именно родив меня ты стала мамой, и дарю тебе вот этот классный сотовый телефон. Пользуйся! Ура! Ну что ж, друзья, на ваших глазах происходит распаковка телефона Samsung Galaxy J7 2016 года. Металлическая рамка Super AMOLED дисплей, что означает, каждый пиксель светится отдельно, и нет фоновой подсветки, жручей энергию. Поддержка 4G LTE, что в 2017 году является банальностью. Восьмиядерный процессор 1,6 ГГц, а это заявочка на успех. Самым сложным решением было научить ее пользоваться ватсапом, скайпом и всеми другими фишками, к которым привязан андроид. И, в общем-то, для этого он и создан, чтобы мы между городами экономили деньги и очень удобно общались. Для этого я создал целый курс видеолекций для мамы, который посылал ей поэтапно и рассказывал про каждую мелочь поэтапно. Вообще, в своей жизни мне удалось научить ни одного человека, который далек от всех этих мобильных телефонов, как же ими все-таки пользоваться. И эти люди мне до сих пор благодарны, но они поняли, о ком я говорю, если смотрят этот обзор. Однако с мамой все было сложнее, потому что на сегодняшний день ей 65 лет в свое время, и я не мог ее научить включать даже обыкновенный магнитофон, а там просто вкл и воспроизведение. Спустя непродолжительное время моя мама пользуется скайпом, ютубом, ватсапом, записывает голосовые сообщения, а также смотрит видеоролики и даже этот видеоблог. Поэтому маме я передаю привет. Не терпится распаковать эту бюджетную крошку и посмотреть, что там внутри. А внутри ведь наверняка что-то очень приятное и интересное от компании Samsung. Вот он сам смартфон. Давайте посмотрим, чем снабдили, какой комплектацией снабдили этот аппарат. Внутри, как всегда, есть конвертик с макулатурой, также различная реклама, то есть типа покупайте наши аксессуары, наушники, пауэрбанки и прочая хренотень от Samsung. Нас интересует не это, нас интересует какого плана наушники. И наушники, конечно, ну слабенькие, простые, даже не вакуумные, но этого достаточно, чтобы вполне себе удобно разговаривать по скайп. И, в общем, неплохая гарнитура именно для разговоров. Так, посмотрим, что у нас с зарядничком. Это 5 вольт и 1,55, 1,55 ампера. Что, в принципе, лучше даже, чем в 10-м айфоне, куда поставили зарядку 1 ампер. Ну, это смешно в 2017 году. Посмотрите, какая между ними колоссальная разница в физическом размере. А ведь раньше, чтобы набрать смс, и кнопочки стали покрупнее по две пальцы, и приходилось переворачивать сотовый телефон. Честно говоря, он, правда, мелкий, и даже мне было неудобно. А с возрастом, конечно, людям сложнее попадать в эти маленькие кнопочки, напрягать свое зрение, поэтому большой экран — это большое дело в выборе мобильного телефона для вашего родителя. Окей, давайте снимем пленочку с этого устройства и посмотрим, как оно выглядит. Прекрасный, красивый Super AMOLED дисплей. Я вообще люблю эту технологию, хотя она слегка преувеличивает цвета, но можно настроить так, что, в принципе, это нисколько не смущает, то есть цвета практически становятся естественными. Что мы видим сзади? Это динамик, это камера, это фотовспышка, и, конечно, значок DOS, который говорит о том, что мы можем вставить сюда две сим-карты. На нижнем торце мы с вами видим три с половиной миллиметра разъем для наушников, обычное зарядное устройство, оно же коннектит телефон с компьютером при необходимости, и, конечно, микрофон, причем микрофон здесь один. Запись может быть только монозвука, но этого вполне достаточно для людей, которые не особо шарят в данной тематике. На левом торце, друзья, ничего, кроме регулировки громкости, на правом торце ничего, кроме кнопки включения. Все очень просто и достаточно лаконично. Передняя часть, помимо стандартных разъемов, ну, то есть камеры, динамика и датчиков приближения и освещенности, имеет также фото-вспышку, которая направлена на тебя. Было бы очень неплохо, если бы в мой новенький Galaxy S8 поставили вспышку, направленную на меня. Согласитесь, приятный бонус. А в нижней части мы видим стандартные кнопки, открытие всех окон, а также кнопочка шаг назад и, конечно, физическая кнопочка Home, от которой избавиться в 2017 году, поскольку она в скором времени станет архаизмом. Естественно, все на вье, все еще в пленочках. Маме будет приятно, наверное, все это отколупать собственноручно, почувствовав, что у нее в руках новый брендовый телефон Samsung Galaxy J7. Ну что ж, не буду скрывать, что я, конечно же, уже посмотрел этот телефон и, мало того, настроил его под маму, под ее нужды. Здесь она увидит время, очень крупненько, так как ей будет удобно. Здесь она увидит погоду. Здесь я настроил ей время в Москве и Санкт-Петербурге, чтобы находясь в Красноярске, она понимала, что у меня сейчас может быть другое время, и может быть рановато мне еще писать, хотя бы потому, что я сплю, у меня 6 утра. Здесь я вынес ей YouTube. Да, моя мама пользуется YouTube, а здесь у нее записная книжка, куда я занес необходимую информацию. Здесь Skype, здесь WhatsApp, и теперь Skype, наверное, будет не так актуален, потому что WhatsApp в новой версии Android имеет возможность видеозвонков, и Skype не всегда будет пригождаться, потому что с ней им пользоваться чуть-чуть даже посложнее. Давайте посмотрим плавность меню. Согласитесь, это очень актуальная вещь, но очень плавно, по-самсунговски, ни с каким китайцем это точно не сравнится. Шикарный аппарат, просто шикарный. Поскольку разрешение всего лишь HD 720, мне бы хотелось показать вам пиксели вообще, где видно, нет? Давайте максималочку посмотрим. Ну вот, собственно, так вот мы видим пиксели при большом увеличении. Если мы смотрим в руке, ну какие пиксели ты увидишь? Да никаких. Плотность пикселей достаточно высокая. Но так как я владелец аппарата S8, то для меня, конечно, это важно. Картинка Full HD это вполне себе приемлемое разрешение. Вспомните, что раньше в телевизионных приемниках, то есть в телеках, которые на сегодня никто уже практически не смотрит, использовалось разрешение ниже, чем HD. А вот как раз первые телеки продвинутого формата имели разрешение HD 720. Ну так оно было растянуто на большую диагональ, а здесь в маленькой диагонали вы вряд ли рассмотрите хоть какой-то пиксель. Также я вынес своей маме все самое интересное, то, что я считаю нужным ей донести. И, конечно же, поскольку мама у меня верующая, посещает храмы и знает все о праздниках, то, пожалуйста, вот у нее православный календарь. Между прочим, достаточно актуально научиться так программировать телефон, чтобы родителям вашим было просто с ним обращаться. Я в своих аппаратах всегда настраиваю функцию ночной перезагрузки, так, чтобы ночью телефон незаметно для мамы в 5 утра перезагрузился, пока она спит, и снова бодренький, свеженький работал весь день. Каждый год на свой день рождения я летаю в Красноярск, свой родной город из Москвы, для того, чтобы посидеть за столом со своей мамой и сделать ей приятно, потому что я старший сын, и именно я сделал ее мамой, и поэтому на день матери я дарю ей вот этот замечательный новый мобильный телефон Samsung Galaxy J7 2016 года. Он бюджетный, он достаточно хорош, у него достаточная емкость аккумулятора, и что еще самое важное, он больше флай, и значит, на нем будет удобнее набирать смс-ки. А теперь к делу, друзья мои, давайте заглянем в менюшечку. В менюшечке понапичкали, как всегда, целую кучу всякой ерунды, и кое-что мне очень нравится, почему в дорогих моделях не встраивают эту функцию, и я говорю сейчас о аналоговом радио. Действительно, аналоговое радио было бы очень даже неплохо. Значит, здесь у нас что? Здесь также стандартные приложения от компании Samsung. В принципе, ничего интересного, только то, что я установил, и ничего лишнего. Посмотрим в меню управления этим телефоном. Здесь мы видим NFC, который можно использовать для чтения карточки метро, сколько поездок у тебя осталось там, а также расплачиваться в банке. Здесь есть экономия энергии, и, конечно, в меню вынесли фонарик. Самое приятное во всей этой истории, что он еще и записывает видео с лампочкой, которая сейчас прямо светит мне в глаза. В наше время это очень актуальная фишка. Покажем сейчас еще, как работает фонарик. Запускаю. Ну, действительно, функция удобная. Посмотрите, как ярко освещает. Хорошая, хорошая штука. Здесь есть также мобильная точка доступа, то есть этот телефон может раздавать Wi-Fi. Согласитесь, очень хороший аппарат, и никаких вопросов особых к нему нет. Вообще, я дарю маме не только мобильные телефоны. Все, что у нее есть из бытовой техники в квартире, все подарено мною за несколько лет. Ну, то есть, когда у нее возникает необходимость, я, собственно, это и дарю. Иногда я могу и затупить, например, мне не пришло сразу в голову подарить ей стиральную машинку, но когда я сделал ей этот подарок, она меня просто благодарила 250 раз. Настолько ей стало легче. Почему-то в моей голове стало привычным, что мама стирает на руках, и я думал, что у нее нет этого объема стирки. Поэтому, конечно, перед тем, как делать подарок, вы примерно хотя бы интересуетесь тем, что нужно вашему родителю. Поскольку люди в возрасте недостаточно продвинутые для всех этих гаджетов, смартфонов, надо предусмотреть все моменты. Допустим, мама может уронить поначалу, пока привыкнет к габаритам этого телефона, может просто уронить его на пол. Я, естественно, предусмотрел ей специальный кожух, который сзади защищает хотя бы от какого-то падения. Но уж если дисплеем шарахнет, а я надеюсь, этого не произойдет, тогда дисплей придется менять. А теперь давайте посмотрим внутренности этого смартфона. Для этого отколупаем заднюю крышечку. ну, чего мы здесь видим? Стандартная схема, два разъема под сим-карты и плюс отдельный разъем под флешку. Вот это по-человечески. Вот это я понимаю. Обратите внимание, что аккумулятор здоровенный. Его емкость 3300 мАч. Я напомню, что в телефоне Fly стоял аккумулятор 2500, и он назывался Energy, Fly Energy. Получается, что батарейка этого телефона выше и больше, чем у Fly Energy первого поколения, которым пользовалась моя мама, поэтому она не ощутит никакой разницы. Почему я так говорю? Вроде батарейка больше, должно работать дольше, но нет, здесь и процессор мощнее, он и потребляет чуть-чуть больше. Зато Super AMOLED дисплей экономит. Ну, в общем, примерно то на то и получается, ведь самое главное, чтобы она не потеряла в продолжительности работы своего аппарата. Зарядила и спокойненько уехала на дачу. На следующий день телефон все еще фурыч. Я вам так скажу, что даже в iPhone X, то есть в iPhone X, нет двух разъемов под сим-карту, да еще и отдельного под флешечку. В наше-то время, в 2017 году, актуально ли это? Поэтому некоторые люди даже предпочтут такой телефон просто потому, что он более, блин, удобный. Молодцы, Samsung, аплодирую. Конечно, это глупость устанавливать Real Racing на мамин телефон, однако, ну, мне очень интересно посмотреть, а вообще, тянет ли этот аппарат хоть что-нибудь и тянет ли он Real Racing, а если тянет, то с каким качеством сейчас мы насладимся собственно, картиночкой. Слушайте, ну, неплохо, очень неплохо. Абсолютно ничего не лагает. Это, во-первых, конечно, настроечки невысокие производительности игры, тем не менее, что мы видим, все в полном порядке. Позволю себе немного помечтать, а вдруг моей маме понравится игра Real Racing и мы с ней будем рубиться по сеточке, а? Козырненько, да? А теперь давайте посмотрим камеры, как они работают и начнем, конечно, с настроек. Запустилась камера, предназначенная для селфи, сейчас вы видите меня и, собственно, все, что здесь происходит. Смотрите, какой приятный сюрприз в виде вспышки, направленной тебе в лицо. Ну, другими словами, эта камера позволяет делать селфи со вспышкой. Шикарно! Переключаемся на основную камеру и запускаем просто-напросто меню для того, чтобы посмотреть. Размер изображения основной камеры 13 мегапикселей, причем она может снимать Full HD 920 на 980, что очень является стандартным разрешением и оптимальным на сегодняшний день. Даже несмотря на то, что есть 4К, все используют практически Full HD. Камера, которая направлена на нас, фронтальная камера, имеет разрешение 5 мегапикселей. Обратите внимание, это максимальная. И, конечно, размер видео, как ни странно, тоже Full HD. И самое приятное, что она может снимать видео в Full HD качестве с подсветкой, даже когда мы снимаем на селфи-камеру. Многие умники утверждают, что фактически все современные смартфоны сегодня фотографируют ну практически как зеркалка. Это, конечно, полнейший бред. Я владелец Samsung Galaxy S8, который покупал исключительно потому, что в нем прекрасные камеры. Ведь я работаю свадебным ведущим, организатором праздников, мероприятий. Мне нужно что-то быстро зафоткать. Ведь не буду же я постоянно таскать за собой зеркалку. И чтобы вы убедились, что я говорю правду, посмотрите сравнение камер S8 и J7. с Да, конечно, вы скажете, что это сравнение не актуально, потому что я сравниваю брендовый один из самых дорогих телефонов и самый один из самых бюджетных телефонов линейки samsung и будете наверное правы однако мне нужно было объяснить вам чем же все таки разница и она действительно есть да j7 2016 и 17 года делают достойные снимки и их вполне хватит вашим родителям однако если вы профессионал ну например такой как я то телефон становится для вас инструментом они игрушкой и это не просто сотовый телефон по которому можно звонить и переписываться это фотокамера это видеокамера и это быстрый планшетный компьютер задумайтесь над моими словами теперь играем полностью по-честному я отключил стабилизацию на s8 на минуточку даже если отключаешь на с 8 стабилизацию цифровой или вообще отключаю все равно работает оптическая она по умолчанию всегда действует она не ухудшает картинку поэтому ее отключение не предусмотрено сейчас я снимаю на две селфи камеры с одной стороны это j7 2016 с другой стороны с 8 естественно с 8 месте автофокус и оптическая стабилизация уже семь ничего этого нет но нужно сравнить просто цвета просто как передается картинка по качеству в целом по вашим ощущениям и некоторым показывается что j7 даже лучше это делает я считаю что в принципе вы имеете право на свое мнение потому что действительно более насыщенные тона вот у нас в парке на яузе такие замечательные инсталляции есть соответственно они изображают вокзал практически в тех же пропорциях в данном случае это рижский вокзал точная копия красиво мне кажется раньше они все стояли в центре а теперь их переставили к нам в парк яузе на медведково и вот еще одна инсталляция снимаю сейчас при контровом освещении то есть против солнца как видим с 8 хорошо вывозит а g7 похуже это ярославский вокзал то есть его точная копия как видите телефон samsung galaxy j7 2016 года делает вполне себе достойные снимки и довольно качественно снимает видео именно поэтому вашему родителю этого вполне достаточно например моя мама но сколько сделает она фотографий за период использования fly energy примерно в 4 года она сделала но от силы сотню фотографий и это не особо то и надо но с каждым годом конечно она наращивает свои обороты и я надеюсь этот аппарат будет использовать полноценно сейчас будет честная попытка сфокусироваться на ягоду опа моментальная фокусировка на с 8 сейчас будет попытка сфокусироваться на ягоду при помощи g7 нажимаю ручной фокус не срабатывает включая автомат короче так и не получилось было бы странно если бы я взял своей матери не золотой телефон а например черный как мне самому нравится она бы сказала жизнь ну что происходит у меня же уже был черненький я хочу золотой красивый для девочек он очень приятный он достаточно легкий в то же время тяжеленький за счет аккумулятора он великолепно смотрится со всех сторон видно что это настоящий аппарат они какой-то там китаец это действительно samsung и конечно когда я выбирал цвет я посоветовался с девушкой продавцом потому что как мужик я бы выбрал черный цвет на мой взгляд он вообще няшный но женщина нравится несколько другие цвета и этот цвет называется gold золото и для женщины он будет более приятным я надеюсь я угодил моей маме и возможно глядя на это видео она заулыбалась вы знаете москва конечно особый город и здесь нужно пожить хотя бы года три чтобы понять его конкретно и вы знаете здесь совершенно всем пофигу друг на друга это основное что мне не нравится между людьми абсолютно коммерческие отношения даже если это речь о родственниках и нередко я слышу от своих друзей переехавших из красноярска в москву в ответ на вопрос а когда ты поедешь к родителям или когда ты был в последний раз у своих родителей я слышу ответ а зачем туда ездить если ей надо пусть сама и прилетает вы знаете таким людям хочется дать леща причем сочного крепкого так чтобы отпечатался в его памяти надолго но есть люди еще хуже которые живя в одном городе со своими родителями не посещают их месяцами годами а то и вообще никогда с такими людьми нас ничего не связывает потому что я отказываюсь понимать подобных персонажей вы знаете я никого не осуждаю бывают разные обстоятельства и бывают родители которые ведут себя не вполне адекватно ведь у каждого даже неадекватного человека могут быть дети могут быть родители являясь неадекватными они тем не менее остаются нашими близкими родственниками и даже если ваш родитель с вашей точки зрения недостаточно адекватен это не значит что нужно поворачиваться к нему попой поскольку именно этот человек дал тебе жизнь именно этот человек кормил тебя и поддерживал в трудную минуту и именно этот человек связывает тебя с твоим прошлым именно этот человек нарожал тебе братика или сестренку и именно этот человек тот кого тебе будет потом очень сильно не хватать поэтому если мои слова попали вам туда куда нужно то прямо сейчас возьмите и позвонить своим родителям но ведь главное не это и не подарки и ведь не вот это все о чем я сейчас рассказываю телефоны машинки сотовые самое главное чтобы вы чаще появлялись в их жизни и просто присутствовали ты можешь просто ничего не дарить приди и посиди со своим родителям послушай все то что он тебе рассказывает возможно будет какая-то полезная информация возможно это будет просто какая-то пустая болтовня которая повторяется многие годы поверь мне когда-нибудь тебе будет этого не хватать и чем мудрее ты есть тем чаще ты посещаешь родителей сейчас когда у тебя есть возможность а на сегодня это все меня зовут евгений донец ставьте лайк подписывайтесь на канал извините за небольшое количество лирики этим обзором я хотел привлечь ваше внимание и донести вам информацию который возможно кому-то из ваших сверстников не хватает покажите этот обзор вашим друзьям до которых что-то не доходит и спасибо вам за этот просмотр увидимся в следующем обзоре пока кстати ребята скажите а вам вообще интересно посмотреть вот момент вручения подарка и какие эмоции будут у моей мамы когда я подарю этот сотовый если вам это интересно ставьте лайк и обязательно напишите об этом в комментариях именно тогда я поснимаю все на видео и выложу на канале донец онлайн это мой лайв канал возможно вам это будет интересно я не знаю в общем ориентируюсь только на ваши комментарии